мои дорогие записываю очередное видео с алтая горного горного алтая и с телецкого озера как здесь хорошо какой воздух конец мая начало июня с вами полин сухой что не знать парапсихолог я сейчас нахожусь на своем тренинге у нас закрытый тренинг для моих курсантов студентов повышение можно сказать квалификации в основном у нас психологический спецназ ребята кто прошли и половина из них в годовой моей школе и сейчас мы проходим практики классные если не показала им очень простую тоже практику которая дает очень много по сути очень легко в таких домашних условиях поработать психологической травмой это могут быть психологические травмы детства это могут быть какие-то другие заикарившиеся негативные истории вашей жизни и сейчас пару слов буквально пару фраз побольше слов конечно будет а наши особенности мозга она якорит все что у нас негативного и хорошего происходит это называется динамический стереотип открыл его павлов своими собачками которым тогда кормил их чем-то то есть он кормил их вкусненьким в этот момент включал сигнал то есть это мог быть звуковой сигнал и световой и продолжалось это там условно недели даже может быть меньше и через некоторое время просто включали сигнал без еды у собак вырабатывался рефлекс слюна и они сразу знали что сейчас будут их кормить соответственно у нас это привычка это просто обыкновенный стереотип реагирования привычка которая у нас закрепляется как позитивные якоря так и негативные якоря то есть допустим что-то произошло в вашей жизни допустим человека покусала собака и он теперь боится осторожничать с собаками или вот как у меня было в детстве у меня заикарилась запах сирени в возрасте где мне где-то был лет 7 но мои одноклассницы утонули и девочки и для меня это был шок потрясение потому что мы хоронили этих девочек всем этим поселком а тогда это было принято это вот к домам привозили я кстати историю тоже описываю свои новые книги мы навсегда не навсегда друг с другом она в начале июня уже все будет в руках у меня но уже все готово сейчас ее печатают так вот сейчас эту историю немножко расскажу для чего чтобы вам понятно как у нас якорится все психологические травмы его значит был мой месяц цвела сирень конец как раз мая сирень была везде запах этой сирени был везде и вот значит день похорон девочка лежат гробу они сиреневого цвета лица они утопленницы и это было жуткое зрелище тогда граммировать как-то не особо было принято они лежат сиреневые на гробу лежат эти сиреневые сирень у нас в руках сирень везде запах сирени и вот это вот ассоциация то есть потому что тогда в этот момент когда я смотрела на них для меня это был шок это мои ровесницы они умерли но обычно да у нас же пожилые умирают как-то к этому привыкаешь а когда твои ровесники вот согласитесь да напишите если у вас действительно так да ровесники твои первый раз в жизни вы с этим встретились в своей жизни как-то это шокирует это в 7 лет вот они лежат да и тоже же мысли такие проскальзывают у меня заикарилась такая связка именно на запах сирени то есть может быть на запах на картинку но с визуализации да у нас как такие картинки остаются в памяти до воспоминания значит то визуализация аудиальный канал какие-то фразы запахи значит звуки ну вот в основном да и соответственно эмоции так вот у меня была такая связка значит сирень тире смерть и когда я потом была вообще в любом месте где-нибудь где была этот запах сирени особенно духи почему-то у меня на духи это была реакция у меня выходила та эмоция эмоция страха смерти то есть это вот такое тире многие мне писали тоже когда такие истории рассказывают что там ассоциации там муж погиб его рубашки там или его какие-то вещи запахи опять же духи да допустим человек выходит вот воспоминаний и душит они да это слезы это страдание это горе и прочее то есть психологические травмы детства когда был кстати один такой случай тоже достаточно показательный когда на тренинге я просто простую технику тоже начала вести и девочки говорю представьте что вы в лесу и в лесу там мы там что-то дальше делали и девочка одна входит состояние шока то есть ее начал трясти я понимаю что это якорь я сразу ее так хоба тихонечко ну как бы вывела и я соответственно ее расспросила и мы выяснили что не вылез якорь что в пять лет ее сейчас только без осуждения друзьями потому что сейчас такая история достаточно трагичная будет все кармически обусловлено если вы начинаете осуждать того кто это сделал соответственно у вас ну как бы вы портите карму просто информацию для принимайте как информацию так вот в пять лет ее износил ее родной дядя в лесу он ее бил лопатой и хотел убить и закопать он ее практически закопал но он думал что она мертвая она живая она потом выбралась оттуда и пришла домой рассказала его посадили там лет на 15 что ли да но вот эта травма психологическая осталась на всю жизнь и только она пришла ушли за 50 было только тогда вот на на тренинге на лп мы эту травму сняли но это очень глубокая травма на самом деле это я тоже вам рекомендую все таки это к специалистам но даже если вы сделаете сегодня вот вот эту маленькую практику это тоже некая такая в копилочку значит вам это пригодится она тоже какой-то степени поможет на хотя бы потому что любая травма это знать как кочерыжка в капусте и можно долго до нее доходить а лист за лист практиках снимаешь а до кочерыжки доходишь через какой-то промежуток время тебя психика она закапывает такие тяжелые ситуации очень глубоко это могут могут быть воспоминания уходить некоторые кстати не помнят вот у меня у мои студенты говорят мы с детства работаем они говорят я не помню еще с детства у меня вообще все стерто и хорошего и плохого нет но это тоже из этой серии и далее значит что мы делаем представьте что у нас психики то есть она якорит все что у нас попадается на глаза на слух наши ощущения то есть что-то хорошее произошло она тут же заикарилась и в базу данных то у нас есть база данных позитивных картинок и соответственно негативных историй да например и позитивные как вы встречаете с каким-то приятным вам человеком вы с ним сидите в каком-то кафе или где-нибудь на на даче приятная музыка атмосфера значит какая-то вкусная еда это тоже не горение через еду идию да и потом вот прям вот так от души посидели и вот одна музыка там играла несколько раз или какая-то просто вам запомнилась в этот момент вашу там одно из тоже любимого и потом следующий момент вы приезжаете приходит какой-то кафе и включает эту музыку и вас приходит воспоминания да как вот предыдущие техники я давала руки любимого человека и воспоминания идет эмоции да вот он якорь ну-ка позитивный или мы сейчас вот я спрошу да какие у вас воспоминания приходит когда я вот буду перечислять такие картинки ёлка мандарины шоколадные конфеты дед мороз то есть как правило среднестатистически у людей начинает всплывать хорошие эмоции ой даже это новый год это детство это классно да не помню мне написали ребят на эфире я горел ненавижу новый год и говорю так все сразу понятно там и якорь негативного что случилось на ногу там была драка там мне выбили зуб там еще что то то есть вот там негативный якорь и значит есть у нас в нашей психике условно два архива позитивных эмоций картинок этих это эмоции это картинки это вот эти звуки ну в общем такая база данных эмоций и есть где у нас вот эти вот якоря негативные есть позитивные есть негативные и наша задача осознанно к этому приходить можно увеличивать базу данных позитивных картинок и уменьшать негативных картинок что вот мои студенты они делают на курсах то есть они разбирают вот эти вот эти завалы негатива и все больше больше разбирают их меньше становится а позитивы больше они воспроизводят и якорят и получается мышление новое оно становится более позитивно и мыслим человек возможностями и таким образом внутри всегда становится хорошо гармонично спокойно к чему собственно говоря я и веду всех моих подопечных ребят единомышленников все которые хотят применить и знание которые я несу через книги курсы и соответственно стать внутренне спокойным во все времена вне зависимости от того что происходит на внешнем мире как мы это будем делать то есть вообще упражнение очень классно очень легко обязательно потом его второй раз посмотрите и запишите под запись чтобы алгоритм вам был понятен вам нужно сначала определить где у вас база данных живет в вашем теле потому что все равно тело наше якорит да это может где угодно тело само знает где что мы делаем для этого для этого вы просто откройте любую руку какую вам удобно правую и левую по интуиции по ощущениям любую значит открыли и представьте там сейчас опять же руки любимого человека и на этой руке любимого человека сейчас нарисовывается какая-то очень классная хорошая картинка из вашего прошлого что-то очень приятное вот прям вот что то что вызывает в вас большую радость легкость состояние гармонии вот прям позитива прям вот прям много-много-много вы представили эту картинку осознанно вы начали ее увеличивать по всем модальностям это называется так на лопе и модальности это визуализация то есть картинка то есть должна быть более четкой более яркой добавьте туда яркость цвет контрасты добавьте туда музыку добавьте звуки то есть это может быть музыка это может быть звуки ваша любимая музыка добавьте туда обязательно эмоции чувств можно вообще все что угодно то есть то что вы хотите радуга цветочка то что вас наполняет то что вас гармонизирует добавили всего это прям вот очень хорошо добавили обязательно вкус добавьте вот какой вам нравится клубники может быть свежести может быть елки может быть еще что-то бриз какой-то добавили туда вкус запах запах и вкус тактильное ощущение вы даже можете туда прям другую рукой прямо войти как там мягенько легенько как там вот прям пощупайте это войдите в это состояние должно быть приятно то есть что-то то что вызывает приятность вот когда вы все вот это вот увидели у себя сформировали как волшебник вояйте сейчас и добавьте туда разукрасти аурой как мы это делаем обычно вот прям несколько цветов ауры все блестит и цветы цвет цветет картинка она такая знаете вот в 5d то есть со всех сторон то есть вот 3d это вот со всех сторон видно 5d это то есть ощущение с запахами с вкусом даже вонянием и прочее то есть вот сделали ее такую красочную красивую потом знаете как то есть она у вас ну как вот прям со всех сторон такая живая вы можете живую картинку поместить сейчас само тело найдет вашу базу данных позитивных ситуаций или же можно это сделать скрин как фото тоже какой-нибудь 3 4 5 мерная здесь смотрите как хотите как фильм тули как фото это как вам отзывается и вот сейчас тело само как озеро нам помогает тело сам куда-то вот прям вот вот прям куда-то само оба там допустим и в затылок сюда положили или вот она сама знаю где ваша база дамы и хоба и картинка вот знаете на вдохе так хоп и она ушла туда и знаете как такой яркий яркий такой вот пульсирующий шарик или прям та картинка хоп она у вас там осталось и вот она вас там светится все подержали минуточек ой то есть секундочек 30 а 30 до минут это важно это якорь вы ставите позитивный все и потом выдохнули и почувствуйте ваше состояние ощущения наверняка вам стало как-то легко и вы можете вот таких позитивных якорей постоянно это делать если вы сделаете 7 10 12 15 21 день ну хотя бы так там это смотрите чем больше вы делаете дней тем соответственно больше будет в день вот таких вот скринов его себе вкладывать тем больше у вас будет привычка якорить все и потом только вы куда-то пришли в какое-то место может все время телефонное вот тик-чик-чик-чик да но мы это делаем неосознанно а когда вы включаете осознанность и вы только примерили тогда включили осознанность чик и у вас суда-то чик таким образом вы запоминаете их тогда когда вы будете потом эти фотографии смотреть они по-другому у вас будет восприниматься то есть вы их оба открыли у вас радость эмоций она и так выходит но нужно подходить осознанно ко всему этому вот это что касается пополнения базы данных позитивных картинок и помните вот например от того где вы находились где вы воспитывались какой семье от этого зависит база данных у вас большая или маленькая кстати это тоже можете сейчас вот прямо оценить на руках вот представьте что у вас на правой стороне база данных вы выгрузите из тела вашу базу данных на время да и на одну сторону и на другую вот эти негативные всякие якоря и прочувствуйте что тянет тут многих тянет негативное да вот точно вам актуально это делать так вот все можете загрузить позитивную негативную не знаю что хотите хотите утилизируйте представьте вот так вот потерли сейчас я покажу чего делаете а потом смотрите по одной картинке я буду вам показывать что сделать с вот этими психологическим травм возьмите одну психологическую травму среднюю чтобы без вот этих куда серьезно каких-то погружений что-то среднее на там на вас плюнули вас плюнули рядом с вами плюнули а вам это стало обидно почему-то вот обиделись на это да как вам кажется это психологическая травма хотя это опять же ваш выбор это невозможно человек обидеть он и он обижается то есть это ваш выбор обидится и да если соответственно отреагировать по другому ваша реакция пока вот она желает лучшего допустим если вы обиделись так вот вы можете сейчас вот эту ситуацию представить вы представили что вот эту вот ситуацию тоже как некое кино и берете начинаете выцветать по всем модальностям эту картинку то есть убираем цвет убираем яркость убираем четкость убираем звук убираем запах вкус эмоцию просто узнаете вы убираете можно представить я сейчас даю новую практику микшером представляете вот так эквалайзер или как он называется ну еще не важно да и вот там вот микшеры вверх не сверх вниз там 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 то громкость то как какие-то басы то чего-то и вы сейчас вот прям хоба убрали по на минусы все убрали тым-тым-тым-тым как знаете помните телевизор у нас старой вели там все убиралось хотя сейчас там по-моему то же самое есть все убрали убрали она стала вы знаете выцветшие фотографии сделайте фотографии плоской и еще знаете она также такая выцвела она становится такой желтой все такая знаете потрескавшаяся вот посмотрели нормально да а вы и выгрузили из своего как раз из базы данных вот так можно все выгружать потихонечку вот это дело трансформировать выгрузили и после этого вы немножко нужно оставить вы начинаете вычерпывать плюсы чем же вам эта ситуация была полезна это же урок если вы поймете урок вы вычерпать из нее плюсы такие хотя бы один-два или три там одной девочки вот ее все все детство носил родной отец и но мы работали с ней до этого потому что там глубокая психологическая травма была мы дошли до плюсов потом позже когда я спросила какие ты главные плюсы вычерпишь она говорит первое это то что с помощью этой ситуации я пришла духовному росту ягод полина нашла тебя и еще один человек появился в ее жизни очень важный и нужный который принес на большую лепту до в ее жизнь и это круто ей говорю тест проверка такая знаете представьте волшебная палочка и вот сейчас это волшебная палочка можно вот так хопа махнуть и вот эти вот эта история и и как бы она стер и она сотрется из твоего сознания подсознание ее нет представь что ее нет махнешь ли ты этой волшебной палочкой она задумалась и говорит нет потому что я получила вот это очень важный ценный опыт я получила тебя я получила того человека я пришла к духовному росту вот это человек вычерпал плюсы то есть если он готов пройти еще раз этот опыт но уже с осознанно с другой ситуации это он принял опыт это очень круто то есть вот нужно будет вычерпать и плюсы вернемся вот в этой практике с этой фото то есть тогда получается из фото вы сейчас еще раз уже выцвешившие вычерпайте плюсы главное что же вы получили в чем вы стали сильнее чем вы стали компетентнее чем вы стали мудрее после того как вы все это дело значит вычерпали можно мысленно потом записать обязательно запишите и вот потом вы берете значит из вашей базы данных лиц природы из внешнего мира можно любую картинку какую-то приятную ситуацию то что вот она взяли так увеличили по модальности в семь раз цвет яркость звук вкус чувствования эмоции радость все увеличили здесь вот у нас и плюсы кстати те плюс откуда вы вот сюда же вот сюда же оба вообще такая весистая рука а здесь маленькой маленькой вот совсем убирать нельзя это ваш опыт хоть точечку оставьте что это ваш опыт лучше такой маленькой фотографии и потом значит когда вот вы здесь это разукрасили вы это убрали несколько раз посмотрели осознанную картинку еще можно увеличить а классно по всем модальностям ауры приукрасить здесь уменьшили или там вообще хорошо просто посмотрели несколько раз осознанно с одной руки на другую посмотрели сюда туда вот можете прямо сейчас это делать да со мной туда-сюда посмотрели и после этого плавника искреннее движение соединение ручки соединили в рукопожатие подержали где-то минуточку или больше они сами разожмутся когда нужно у некоторых прям скрепляется очень сильно после того как вы их подержали секундочек 20 просто вот в этот момент такое будет ощущение что-то там перемешивается ух как хорошо ой нас приветствует духи нашего замечательного телецкого озера на планете земля благодарю благодарю вас мои дорогие благодарю так они нас тепло встретили и мы пришли с гармонией с любовью с радостью вот эмоции тоже нужно заикарить так очень хорошо и после этого открываем у вас будет новая картинка она уже будет новая она будет дополнена по идее на должна быть очень классная если вот она классная хорошая на сделано все правильно если нету значит повторить еще раз все и на вдохе опять базу данных где вот там у вас база данных втянули скрин ушел и еще одна галочка у вас позитивной какой-то картинки эмоции вот и все очень просто но нужно записать алгоритм для этого еще раз прослушайте и пользуйтесь эта техника на лп но уже с моими нововведениями такими парапсихологическими заметками парапсихолога полина сухого мэй дурги читайте слушайте про правила грима раздания от этого зависит ваша судьба она у меня на главной странице на официальном сайте можете набрать полина сухова правила грима раздания официальный сайт или официальный сайт поле сухого правило грима роздания заходите туда там в электронке может скачать книгу без оплатно в ауди формате она на 50 процентов тоже Тоже безоплатно, она только переведена в аудиоформат на 50%. Потому что многие, я столько переслушала, говорю, а читали? Нет. А я говорю, а там еще 50%. О, пойду почитаю. Вот это правильно. И соблюдайте, она, кстати, лечебная. Кто-то к голове прикладывает, говорит, проходит голова. Если запрос у вас какой-то есть, что-то такое серьезное, я говорю, начни просто слушать книгу. Плохо с физикой. У меня, помню, тогда импланты я вставляла. Я просто 2-3 дня слушала свою книгу. Была возможность как раз переслушать, так что в аудиоформате я ее заказала. Но слушайте, я все не слушала. Думаю, дай 8 часов переслушиваю ее. Так хорошо, прям спокойно, гармонично. В поездках где-то вы едете, в уши воткнул. И там же много упражнений, практик делайте. И главное, соотносить свою жизнь с этими высшими косметическими правилами. И вы увидите, что подправить. И это панацея. То есть многие пишут, что Полина, как вот тут кредиты у меня задушили. Кто-то там, кто-то умер. Кто-то, значит, ушел, обидел. Я говорю, начни читать правила гримероздания, слушать. Задай вопросом. Хочу этот вопрос отпустить или решить. И выполняй там те практики. Соотноси свою жизнь с правилами и выполняй практики. Все. К концу прочтения книги человек становится свободным. Много решает. Много становится понятно, почему его жизнь так прессует. Вот, мои дорогие, еще раз привет с этого прекрасного места, Целецкого озера. Приезжайте. Становитесь моими учениками. Тогда вы приедете на закрытые тренинги. Мои тренинги становятся все больше и больше закрытыми. То есть только для моих студентов и учеников. Почему? Потому что сыруй человек, нулевый, как это называем, в каких-то только он начинает свою жизнь духовного развития, ему еще много нужно узнать. И здесь в большей степени уже ребята сильные. Да и места силы здесь для тех, которые прям, чтобы чуть-чуть их поднакачать, укрепить их силу, веру, стержень. И они сами становятся пропсихологами. Они сами становятся светлячками, которые помогают улучшать, гармонизировать пространство. И мне нужно много таких людей. То есть я сейчас силы, все, энергию, свои возможности направляю именно на таких людей, которые уже прошли вот этот нулевый этап, которые прошли хотя бы мой психологический спецназ. И тогда я вкладываюсь в них для того, чтобы они помогали многим людям. Потому что вот одна девочка приехала. У нас многие ребята, они где угодно работают. Одна медсестра, анестезиолог. Они говорят, я, говорит, Полина, применяю твою мантру. Я, говорит, ей что, клиенту, подопечному своему. Не клиенту, подопечному. У нас просто сленг у нас в школе. Клиент и оператор. Подопечному свою. Я ей мантру прочитаю во благо. Принимаю, все хорошо. Вычерпай плюсы перед этим. Поглажу ее. Они, говорят, такие, говорят, счастливые. А мне, сестра, она молитву за меня прочитала. Она меня погладила. Мы все недолюбленные. Нам всем хочется вот этой ласки. Внимание. Когда действительно приходишь к какому-то врачу или педагогу. И он с тобой так ласково, нежно разговаривает. Да еще дает какие-то советы. А многие ребята, которые слушают даже. И кто не был у меня на курсе. Да, многие читают книги. И меня просто слушают. Применяют те же практики. Они используют это в жизни. У меня один стоматолог, он уже переекоряет перед тем. Человек пришел со страхом. Со страхом зубы. Страшно. Так он взял вот это переекорение и сделал. Давайте мы этот страх уберем. Здесь мы сейчас хорошую картинку. Сюда. Где у нас страх живет? У нас сделали пять минут перед этим. Представляете, какая допуслуга. Это вот отдельно пойти к психологу, к какому-то пропсихологу. Это будет стоить хорошему от пяти тысяч. А это к зубному пришел за тысячу там щеб, и тебе сняли якорь. Мне кажется, это великолепно. И каждый, если на своем месте будет это делать, представляете, как это круто. И вот мои ребятушки, подписчики, все мои студенты практически это делают. И вот это мы меняем мир. Мы катим этот мир. А кто-то смотрит на этот мир и возмущается, куда катится этот мир. Вот, мои дорогие, приезжайте, приходите сначала на курсы. Психологический спецназ у нас будет в конце августа, скорее всего. Ну, в августе там коридор как раз затмений обычный у нас. В августе очень мощный и сильный. Август вообще месяц такой будет. Ну и, соответственно, потом вы можете попасть на такие закрытые тренинги. Январь обязательно у нас. Лето обязательно у нас. Вот конец, май, июнь. Ну и другие тоже тренинги. Сейчас я думаю, где эти места у нас будут самые-самые сильные, чтобы приехать туда и в этих местах трансформироваться, помогать этим местам тоже гармонизироваться. Мы же приезжаем с миссией еще нести этот свет здесь, в этом пространстве, улучшать его вместе с природой, в единстве. То есть мы обучаемся здесь как раз с духовными наставниками в единстве этих мест, своими духовными наставниками в единстве. Как быть гражданинами двух миров, ребята становятся. И это осознанно взаимодействовать с тонким планом. Потому что грань это все больше и больше, и она будет убираться. И скоро она будет явно виден тонкий план. А ребятки уже подготовлены. Эти сверхспособности, таланты у многих. Работа с человеческими душами. И ясновидение, яснознание, ясночувствование. А вот многие этим сейчас владеют, и они открываются, они не знают, куда деваться. Вот приходите ко мне на курсы, тренинги, и вы будете знать, что с этим делать. Вот, мои дорогие, люблю вас еще раз отсюда, с этого пространства вам. Ну и вы чувствуете, посылая энергию природы матушки нашей земли. А вы будете в благодарности, принимайте и прям прочувствуйте, как вы пропитываетесь этими стихиями. Я вас люблю. Комментарии. Жду ваши комментарии по практике.